Всем привет! С вами Маша и вы на канале о нашем главном. Сегодня я такая вся богемная девушка. Посмотрите, какая прелесть у нас здесь. Такие вот навешанные украшения. Простое хлопковое платье такого абрикосового цвета, такого, знаете, как абрикосовый milkshake. И моя любимая в стиле Star Wars накидушечка. Она даже идет с капюшоном. Он нам сегодня не нужен. Не знаю, зачем я пытаюсь вам показать, вы поняли, он там есть. Вы знаете, я хотела просто погулять пару часов, подумать, может быть, послушать музыку или аудиокнигу, но меня не отпускает... Ух, как меня не отпускает вся эта тема с бьюти-драмой, которая разворачивается на англоязычном ютюбе. Это даже... Я вот, кстати, заметила, что ютюб, он не сколько разделяется по странам, сколько он все-таки разделяется по языкам. Потому что влезли в эту драму, так или иначе, куча народу. И из Англии, и, ну, конечно, из Америки очень много. Ну, в общем, много кто в этом потоптался. Ну, в основном все потоптались с позитивной стороны, попытались оказать какую-то поддержку всем присутствующим, всем задействующим лицам. Но не знаю, насколько это помогло. Я начала обсуждать и не сказала, про какую именно драму я говорю. Я говорю о том, что происходит с палетками Эмили Ноэль. Эмили... По-моему, она так называется Эмили Ноэль. Что-то там, какие-то цифры. Я просто сейчас на память не скажу, но я ее смотрю со времен своего младенчества на Ютьюбе. То есть она такой, знаете, OG. Original. Она такая бабушка Ютьюба, бьюти Ютьюба, такая мама всем. Но в ней, собственно, вольно или не очень вольно... Нет, я бы сказала все-таки, вольно находится в этой драме сложных, испорченных отношений. Такая же мама Ютьюба, тоже уже давнишний OG-блогер. Это Тати Уэстбрук. Тати, она живет в Лос-Анджелесе. Такое ощущение, что она явно и с достаточно обеспеченной, ну, или, по крайней мере, со связями. Социальными связями семьи, потому что она все время крутится в каких-то там таких кругах. Алла. Алла Голливудских. Или около. Эмили же живет своей семьей. Я, кстати, точно не знаю, где. По-моему, это какой-то вот Мидуэст. Где-то она в США живет. Обе они достаточно известные блогеры, но Тати, она будет покрупнее. Тати, она уже на уровне сейчас проу, да, то есть, как какая-нибудь там актриса. И если посмотреть на качество видео, конечно, в этом плане Тати абсолютно гуру того, как делать продакшн, как делать постпродакшн и все такое. Но, тем не менее, я бы сказала, что по качеству по качеству ревью, я бы сказала, что Эмили все-таки будет покруче, потому что просто потому, что она более человек искренний. У Тати, знаете, у нее, как я вот, я заметила, это часть драмы, я считаю, это большая причина, почему вся эта драма существует. У Тати, как и у многих женщин, комплекс Джеки Кеннеди. Такой идеальной жены, женщины, у которой все всегда под контролем, у которой все всегда красиво, все всегда волосок волоску, и никогда не бывает проблем, по крайней мере, об этом никто не должен знать. Я ничего не говорю, что я не говорю, что что-то плохое в том, чтобы не вываливать все свои проблемы на всеобщее обозрение, но я думаю, вы понимаете, о чем говорю, такая вот выхолощенная нарисованная картинка и постоянный вот этот вот обсессивный контроль этой картинки, чтобы никто, ничего и нигде, которая во многом добавляет какой-то неестественности, начинаешь даже позревать человека в живости, когда настолько все контролируемо, настолько все, что вы, что вы, что вы, что вы, я не такая. И, к сожалению, эта картинка сейчас начинает, это вот, как мне кажется, вот эта обсессия ее с контролем своего образа, и медийного, и вообще. Я не хотела пересказывать всю историю, но поняла, что многие из вас просто не в курсе. Короче, Эммали Ноэль, две мамы Ютуба, да, все поняли, то есть люди, которые там лет 11 или 12 назад делали бьюти-каналы, когда вообще не было монетизации, не было ничего. То есть нельзя ни одной из них заподозрить в social climbing, ну, по крайней мере, в данной конкретной ситуации, или в какой-то, знаете, попытке пролезть за счет кого-то что-то пиариться, прям в явном виде. Так, надо пропустить байки. Вот. Эммли очень редко делает коллаборации с брендами. Тати делает их чаще, но не так часто, как многие другие. То есть обе они, казалось бы, избирательные, милые, добрые, хозяйственные такие вот женщины, у которых достаточно много доверия от публики. Просто было невообразимо для меня, вот, наверное, поэтому так меня это засосало, по сравнению со всеми скандалами, которые уже проходили и проходят на YouTube. Вот это меня засосало, именно потому что они обе очень credible, да, то есть они обе очень такие легитимные. пяти блогера, которые оба не любят драму. Короче, у Эмили, у Эмили наконец-то решилась, видимо, она там долго выбирала-выбирала, пыталась как-то найти правильное положение вещей с брендами и с собой, и она все-таки решилась на коллаб. Она сделала две палетки, такие достаточно большие, с Makeup Revolution, да, бюджетный бренд. И с самого начала она говорила, я очень хотела сделать большую, шикарную палетку, но которая стоит всего копейки. Вот, которая стоит недорого, которую каждый может себе позволить и с такими цветами, которые резонируют мне. Тати сняла, ну, много кто снял на эти палетки ревью, в основном положительные, потому что, как бы, я не знаю почему точно, но в том числе, потому что Эмили просто все очень любят. Все хотят ее поддержать. Даже я, честно говоря, думала о том, чтобы купить эту палетку, но в последний момент я все-таки передумала. Я просто поняла, что я это делаю из-за нее, а не из-за палетки, или из-за какой-то нужды в этом продукте. Так вот, Тати сняла ревью, в котором, там самого, сам Нейл, да, с самой заставки было видно, что палетка ей не подошла, не понравилась. Она сняла это ревью не совсем в стиле, как она это обычно делает. Она обычно это делает намного более подробно. Показывает несколько луков, или делает один лук, но показывает его в разное время дня, посмотреть, насколько хорошо все держится, теряет ли интенсивность цвет и так далее. Ничего такого подобного не было. Были первые впечатления. Она взяла два матовых оттенка. Вроде как, каким-то странным немножко методом их наносила. Странным или не странным, это, конечно, немножко субъективное осуждение, потому что такими методами многие люди наносят макияж. Но, вроде как, по слухам, я все видео Тати не смотрю, но вот народ, когда все это скрылось с этим ревью, сказали, что пересмотрели кучу ее ревью и не видели, что она таким образом наносила тени. Ну, неважно. В общем, какие-то подозрения в том, что она сделала biased ревью, да, то есть что она сделала несправедливый несправедливый отзыв, основанный не на фактах, а как бы сняла такое видео, чтобы выглядело все плохо. При том, что в видео она явно сказала, что Эмили она обожает, любит и всячески поддерживает, но проехалась как-то очень странно, так пассивно, агрессивно по бренду Makeup Revolution. Что-то такое она сказала, что вроде как, ой, все-таки было бы лучше, если бы Эмилия кого-нибудь другого себе в коллабораторе бы выбрала. Ну, что делать, что делать. Что-то в этом роде. Честно говоря, я посмотрела это ревью, так, немножко вскользно посмотрела, я вообще не поняла, зачем она сняла это видео, честно вам скажу. Тем не менее, это не конец истории. Насколько я знаю, Эмилия отмалчивалась, ничего не говорила по этому поводу. Ну, ревью, ревью, негативное, негативное. Просто, когда это делает блогер, который тебя больше в 4 раза, и один из самых токовых блогеров, одно негативное ревью. Такого блогера может тебе убить весь бизнес-проект. То есть, как бы, немножко разный эффект может быть у негативного ревью в зависимости от того, от кого оно происходит. Чуть поменьше блогер Кики, который там 100 с чем-то, тысяч подписчиков, сняла, чуть ли не в тот же день, на следующий же день, такое срочное ревью. Хотя она сказала, я только что посмотрела ревью Тати, и не могу поверить, что она так опустила Эмилию палетку. Это все неправда. Палетка работает прекрасно, если знать, как ей пользоваться. И она воспроизводит точно тот же самый макияж, который я делала в своем ревью Тати. И он у меня получается в тысячу раз лучше в результате. Вот. Ну и она достаточно эмоциональна, где-то даже с матами, говорит, как так можно, да что это такое, да что она обалдела, такой блогер большой, а так засрать своего же вроде бы коллегу по цеху. Типа ты сама-то, когда ты там свои витамины выпускала, и на тебя там ополчился весь целый мир, что типа кто-то такая, чтобы продавать витамины, да еще по цене 80 долларов за банку. Типа тебе как было? Тебе же важно было, кто тебя поддержит? Что ж ты-то, коллегу по цеху, не поддержала? Оказывается, это ревью. Я думаю, много такого рода видео производится каждый день, да? То есть это как бы невелика. Много ума не надо, чтобы снять хайповое видео, упомянуть какого-нибудь блогера на него наехать. Но почему-то именно это видео, может быть потому что это Эмили, может быть потому что были похожие мнения, что не всем палетка нравилась, и какая-то уже назревала, может быть, противоречие какое-то, что касается всего этого дела, как-то вот эта троица Кики, Тати и Эмили, это просто все взорвалось. И мобилизировался народ на всех платформах, и начали Тати, значит, вроде как травить. Вот. Но честно говоря, я не делала какой-то такой большой анализ, но так, поглядев местами здесь и тут, досталось, по-моему, всем одинаково, пропорционально количеству подписчиков всех досталось. Но дело в том, что Тати в какой-то момент сняла в снапчате чего-то, потом она сняла торжественное большое видео, и она сказала, я всегда молчу, я выше этого, но сегодня, значит, молчать не могу. Я должна вам сказать, что я по этому повдумаю, потому что я отказываюсь позволять себя над собой издеваться и себя унижать. Я должна за себя заступиться. И заступается каким она образом. Сначала она долго объясняет, что на самом деле она использует такие техники нанесения матовых теней. Если кому-то интересно, противоречие было в том, что она взяла матовые тени на палец и начала их прихлопывать. Обычно так наносят супергиперметаллические диметиконовые шиммеры, или, ну да, вот блестки. Про матовые тени, как бы, ну, по крайней мере, это не мейтстрим, так делать, и непонятно, как это повлияет на плотность и ровность цвета, если так делать. Это не, в общем, это не самое, не первое, что приходит в голову, что вот матовые тени будут выглядеть лучше, если возьмете пальцами и будете их прихлопывать. Кто знает, кто знает. Тем не менее, она защищает свою позицию, говорит, я так делаю. Может, не во всех видео это показываю, я так делаю. Она говорит о том, что она очень любит Эмили, и что у нее коммитмент, что она всегда обещала, что она самая честная, самая-самая искренняя, и такой она будет оставаться. Дальше, что продолжает делать Татья, свою же защиту. Она говорит о том, что никто не имеет права ее оскорблять, что ей начали сыпаться какие-то безумные оскорбления, в том числе насмешки над тем, что у нее проблемы с фертильностью, что она пытается лечиться, найти какой-то из этого выход, чтобы иметь возможность иметь детей. Что это из-за какой-то палетки, такие страшные вещи человеку желать или говорить, это недопустимо. потом она это как бы, я так понимаю, совмещает вот это явление, которое происходит, я так понимаю, на всех социальных сетях с ней, совмещает с тем, что это именно потому, что она сделала то ревью, совмещает это с тем, что Кики сделала свое вот это вот фи, ей высказала в видео, хотя 4 миллиона и 100 тысяч подписчиков, это как бы смешно. Ну ладно. И начинает уже атаковать Кики лично. И вот тут, на мой взгляд, там досталось всем. И Эмили досталось, потому что Эмили под видео Кики написала комментарий, что спасибо за поддержку. На что сразу на нее накинули защитники Тати, хах, вот так, то есть если тебе негативная ревня, так все, так ты не можешь с этим жить. А если кто-то в такой грубой форме обвинил Тати в лжи и вообще, и черт знает в чем, а ты это поддерживаешь, вот это ты поддерживаешь, Эмили. В общем, такое ощущение, что вот это вот, знаете, оно растет, как вот дрожжевое тесто начинает подниматься, и уже что ты не скажи, вот скажи, не скажи, извинись, или там скажи, я там буду себя защищать. Какая-то вот, как будто толпа какая-то вот в интернете находится, которое ощущение, что она ходит и гадит всем. Вот я не удивлюсь, если там 30% всего хейта, которое получает каждый из них, идет от одних и тех же людей. И это, опять же, возвращаясь к форуму, который, я думаю, теперь уже станет моим любимым, хотя я его не читаю, там, как это, насекомых, форум насекомых. Вот, вот к чему вы меня спрашивали, а что такого, что плохого, чтобы собираться на каких-то форумах, встречи какие-то делать, не знаю, и там обсирать публичных людей. Ну, как бы, что такого? Потому что вот это нормализирует такое поведение. Ну, если 30% людей там реально вот такие вот уже люди, тролли, что ли, да, люди, которые, для которых нормально, просто вот по приколу, да, ходить и обсирать всех, и там желать им смерти, их детям, говорить там какие-то запредельные гадости. Главное, нашелся повод. Ну, в принципе, можно и без повода. Но с поводом намного веселее, потому что все вместе можно накинуться и затоптать, правильно? Какая красота! Но даже если это там 30, ну, даже 40% того хейта, который поступает каждый из них троих, 60 или 70% это все-таки люди с какой-то из сторон, какие-то подписчики. И вот я жду следующей главы всех обсуждений. Сейчас не остался равнодушным никто, видите, даже я. Куча блогеров наснимали видео, кто кого поддерживает, по какой причине, начинают копаться в таких, на мой взгляд, незначительных вещах, как прибивание пальцев, да, пальцев, прибивание теней пальцами, которые, на мой взгляд, ну, такая ерунда, на самом деле. Я вам сейчас объясню, почему. Я вот жду следующей главы, потому что для меня самое тревожное из этого во всем, потому что самое негативное, почему они все писают кипятком и находятся в таком жутком ауте, так, не дошли до конца, это потому что им идет столько хейта. А хейт идет не от этих блогеров, ну, там что-то Кики сказала, ничего такого страшного не сказала. И если уж так по чистоку, да и Тати, хотя повела себя как снобская сволочь, тоже ничего такого не сказала. Один человек — это ничего. А вот эти орды ненавистников, которые почему-то никак нельзя, никак платформы их не могут изгнать, да, или как-то, я не знаю, дать им другие причины, чтобы находиться в платформах, как-то изменить их поведение, устыдить их. Я не знаю. Кто, кто, вот кто должен на это повлиять? Платформы, блогеры. То есть я вот жду следующей главы, когда люди начнут наконец-то говорить о главном. Не о том, что кому-то понравилось, понравился блогер или коллаборация, или не понравилось, а вот с этим эффектом, с этого массового травления. Потому что это травят всех, без разбора даже зачастую. И больше и больше нормальных людей, да, которые следуют за блогером, которые его, казалось бы, слушают и уважают, вовлекаются в этот срач, просто невообразимый, да, позволяют себе говорить такие вещи, за которые, как бы, ну, наверное, их бабушка и дедушка их там отстегали бы и на горох поставили. То есть вещи, которые, ну, вот любой человек в абстрактной форме скажет, в принципе, не должны такие слова покидать наших губ. Люди это пишут в интернете, как вот, как привет, да, как с добрым утром. Вот это вот я жду. Появятся такие обсуждения или нет? Потому что на самом деле и Кики, и Тати, и Эмили самое эффектное разрешение этого конфликта было бы в том, если бы они вместе объединились и объявили войну вообще в принципе всем, и своим подписчикам, и не своим, которые позволяют себе такое поведение. Можно критиковать палетку, можно критиковать какое-то там проплаченное негативное ревью, можно. Но желать смерти, говорить, что ты страшное, старое, ну, понимаете, да, там, насмехаться над проблемами со здоровьем, желать проблем со здоровьем. это должно быть в принципе вне этой дискуссии. Ну, а теперь, если кто-то дожил до этого момента, я вам расскажу свои мысли по поводу, собственно, такого рода конфликтов. И, грубо говоря, суть конфликтов в чем? В том, что нечестные блогеры, да, то есть biased или paid reviews, нечестные или там, скажем, ревью, которые основаны не сколько на продукте, сколько на каком-то личном отношении, каких-то других мотивах, денежных или личных, которые ничего не имеют общего с продуктом. Давайте сначала, купила ли бы я палетку, а то, в принципе, что я по поводу нее думаю. Я ее свочила в магазине, я ее не купила, и Эмили я обожаю. Да, вот вам три вещи, три факта. Вот когда я свочила в магазине, палетка говнищая, вот так, если совсем по чистоку, но что значит палетка говнищая? Вот если мы возьмем все палетки, которые находятся у меня в коллекции, или которые я могу посвочить, эта палетка будет приблизительно в последние 25-30%, вот если их разложить в ряд, от самой лучшей к самой худшей. Потому что эта палетка примерно такого же стиля, как очень многие палетки NYX, как очень многие палетки, господи, прости, к сожалению, Бобби Браун в последние годы. Это вот слабо пигментированные, какие-то миловидные тени, шиммеры. Ничего, но ничего особенного. И если это все собрать вместе, учитывая, какое перенасыщение рынка тенями сейчас существует, вот у меня получается такой вывод, что палетка так, прямо скажет так себе. И мне странно в целом, что столько трудов Эмили потратила, чтобы получить такой результат. Но! Но! Палетка стоит 20 долларов. Самые лучшие тени, с которыми я ее сравниваю, это, наверное, Визиарт или какая-нибудь там Наташа Динона, худая, ну и же с ними, да, туфейс, в принципе. У нее есть не плохие тени местами. То есть ее палетка содержит в себе очень много оттенков, очень много продукта, и стоит всего копейки. То есть там меньше доллара за грамм. Палетки Визиарт и Анастейджа и Ижи с ними стоят, ух, запыхалась, по 3-4 доллара за грамм. Да? То есть если мы говорим о бюджетных тенях, если мы можем только рассмотреть тени бюджетные, которые там за грамм стоят примерно вот по 1 доллару, то палетка, я бы сказала, сразу перемещается в середнячок. То есть она где-то вот как медианы. Половина палеток таких, половина, может быть, чуть-чуть получше, по крайней мере, в каких-то аспектах. Для меня мне не очень понравились оттенки. Не совсем моя история цветовая. Поскольку пигментация... С ними можно работать. С ними можно работать. Можно. Но нужно ли? То есть у меня нет такой сильной... Давайте я присяду, придохнула. У меня нет такой сильной нужды покупать дешевые тени. Поэтому для меня нужно быть правильная цветовая растяжка, качество не ниже того, что у меня уже есть в коллекции. И цена должна быть... Ну, я вот предпочитаю middle market. Я не очень люблю тени за 100-200 долларов. И с некой осторожностью... С уважением, но с осторожностью отношусь к теням, которые стоят меньше 15. То есть для меня самое удобное это 30-40 долларов за какую-то палетку, за какой-то продукт. Как я могу себе это позволить. И почти всегда, почти всегда там все будет хорошо. Эта палетка совсем из другой истории. И мне кажется, что говорить, что она совсем-совсем вот просто ужас и вредна для здоровья, ни в коем случае нельзя к ней притрагиваться, это несправедливо. Но также несправедливо ожидать, что только потому, что это Эмили, никто не должен сказать правду, то, что на рынке очень много палеток и получше. В частности, если мы говорим о действительно таком больном, сравнении, которое берет за живое, это сравнение с Colourpop. У них очень дешевые тени. Да, можно говорить, что там не столько много оттенков, может быть, там не столько много продукта. Но за 10-15-20 долларов вы получаете очень даже эффектные тени. А здесь такой ситуации нет. Ладно, что касается, самих тени оставим. Я думаю, вы поняли мое личное мнение. Я считаю, что палетка ничего за свою цену. И тогда имеет смысл его покупать, если вы реально мега-гига-фанат Эмили, и вам хочется ей сделать приятное. Но с другой стороны, тогда можно 20 долларов ей по PayPal послать. Там наверняка у нее есть какая-нибудь ссылка для донации. Мне кажется, ей больше от этого достанется, чем если вы будете покупать палетку, которой вы, возможно, не будете пользоваться. Если вы будете ей пользоваться, замечательно. Теперь, что касается негативных ревью. Когда речь идет о топовых блогерах, о людях, которые зарабатывают на жизнь, зарабатывают на жизнь этой деятельностью, тот честный ревью. Я не говорю, что они обязательно должны быть нечестные. Но скажем так, если вы не можете сказать хорошо, вот такой классический принцип пиара, не можешь сказать хорошо – не говори ничего. И Тати, я считаю, сознательно такие вот по факту, но не по тем причинам, о которых говорят в интернете, как она там тыкала эти темы, а по факту сознательно бросила Эмили под поезд. Да. Потому что Тати получает, как и любые новые блогеры, миллион пиара. Там столько пиара, что ты, в принципе, физически не сможешь протестировать все. Соответственно, как блогер выбирает продукты, на которые он будет снимать материал? Это должно быть безумно интересно ему самому. Прям вот до трясучки. Второе. Это должно быть актуально зрителям. Это причем и то, и другое должно присутствовать. Это должно быть актуально зрителям. Потому что снимать видео, которое никому не интересно, это как бы ни один топовый блогер на такое не пойдет. И как бы есть за что бороться. Нужно держать аудиторию в напряжении, чтобы они пришли в следующий раз. И следующее. Там могут быть деньги, там могут быть амбиции, там могут быть личные отношения. Уходят слухи, что Тати плохие отношения с Makeup Revolution, как с брендом. И тут она... И опять же присутствует тот факт, что она не делает очень многих ревью своих коллег, продуктов своих коллег. А тут она вдруг взяла его и сделала, и теперь пытается это объяснить тем, что я не могла не сделать ревью, я же честный блогер. Это очень странно, потому что она не только избегала делать негативные ревью для тех людей, с которыми она сотрудничала или работала, или была друзьями, так она еще делала их хвалебные ревью полному говну в прошлом. Бывало такое. Сейчас все вспоминают один конкретный случай. Это Power of Makeup, палетка Niki Tutorials, блогера и Too Faced. И она им сделала охренительно хвалебное ревью. Хотя палетка же, учитывая еще ее цену, по сравнению с Emily, та палетка это какое-то... это недоразумение, мягко говоря. Вот. То есть фишечка, что я, типа, я должна иметь право делать негативные ревью. У тебя есть право делать негативные ревью, но это не потому... Ты их делаешь не потому, что это такая честная. Ты выбираешь продукт, который ты будешь освещать. И выбираешь ты его по политическим причинам, так или иначе. То есть если ты выбираешь не говорить ничего про... там, за сотни долларов, вот этот Волт палетки, Чеклин Хилл или там определенные бренды, ты не говоришь ничего. А тут ты села, поставила свет. Не разбираясь, как на самом деле не было времени, я сделала только один макияж. Первые впечатления. То есть не разбирая, сделаешь негативные первые впечатления. То есть ты сразу делаешь себе дисклеймер. Ой, ну у меня не было времени разбираться. Я, может, конечно, и не права, но говно редкостное. То есть получается вот так. То есть она сделала сознательный выбор. И вы тоже запомните, когда особенно блогеры, которые зарабатывают этим ножем, что-то появляется в интернете, официально ими спонсируемое и хорошо снятое, это очень продуманный выбор, стратегический. Поэтому все вот эти разговоры про то, что я самый честный блогер на планете. И, кстати, вот это еще одна вещь, которая меня жутко в ней раздражает, именно поэтому я от нее списалась. Она какое-то время назад, года 3-4, начала говорить чуть ли не в каждом видео. Вы же меня знаете. Она ей так тоже руку к сердцу прикладывает. Я вам никогда не совру. Все мои ревью самые честные. Я, в принципе, это делаю не ради денег. Вот это вот, когда смотришь человек, сколько он денег зарабатывает на этом, и как он активно развивает свои бизнес-отношения с брендами и с разными компаниями, и во всей этой тусовке голливудской, инфлюенсерской. А потом начинает вам втирать в каждом видео, что я самая честная. Прямо вот так и говорит. И вот хочется, знаете, как бы я по своему личному опыту, люди, которые врут больше всех, постоянно говорят, что они самые честные. Потому что честному человеку, ему в голову не придется постоянно повторять. А зачем мне это повторять? Я знаю, что я говорю правду. Да, я знаю, что я говорю так, как думаю. Она чуть ли не в каждом видео. Ребята, спасибо вам большое за поддержку, что вы поддерживаете честное, независимое ревью, которое я всегда делаю. Я делаю только для вас. Исключительно потому, что вас люблю. Деньги – это не самое главное. Конечно, зарабатывать на жизнь нужно, но деньги – это там десятая вообще вещь. И я не использую апелляционные ссылки, я не такой человек. Я отказываюсь от большинства коллабораций, потому что я самая честная. Я самая честная. Сказать это периодически не вопрос, я сама так делаю, да? Там периодически ограничиваю, да? Что я делаю, а что я не делаю. Но не в каждом же видео. Вот когда я начала это делать в каждом видео, и вот эта сама фраза, типа You know, my absolute honesty. I'm real here. I'm honest here. I'm always with you. It's not about the money. И он постоянно вот это говорит. И мне уже просто в какой-то момент стало противно. Говорю, если ты не делаешь это ради денег. Я такая честная. Что ты мне это постоянно на мозги-то этим давишь? В общем, у меня есть очень много подозрений по поводу Тати, я вам честно скажу. Но все-таки ей тоже нужна наддолная. Я восхищаюсь ей как профессионалом, что касается производства, что касается формулировки, что касается подбора цветов. То есть там многие вещи, которые меня в ней абсолютно восхищают. Но вот, как мне кажется, вот это вот постоянное ченнелирование, туннелирование своего образа, типа постоянное вот описывание публики себя, я самая честная, я самая благородная. И то, что она позволила себе в последнем видео, в последнем видео, когда она «защищала себя» в кавычках, она это делала в частности, опуская вот этого блогера поменьше. Она вот, она, конечно, очень аккуратно и пассивно, агрессивно это все сделала, но понимаешь, вот такое ощущение, что вот человек думает, что вся вокруг идиоты, что вот никто не прочитал между строк, что она пыталась сказать. Она сказала, что там типа этот человек настолько был вне себя, с какими-то нереальными эмоциями и жестами. Этот человек также, вы должны знать, она ругается матом. И я себе такого не позволяю на канале, потому что все мамочки вам привет. Я знаю, насколько вы не хотите, чтобы кто-то матерился вокруг ваших деток, когда вы, когда вы включаете мои видео. И вот и пошла. И вот, знаешь, я думаю, корона поправь. Как-то суше спадает. То есть, мало того, что она опускает, то есть она по сути, да, вот так с вуалиром тесным говорит, что вот это трэш, это гетто, а я голубых кровей, я человек интеллигентный, благородный. Как бы, разве ж можно вообще это сравнить? Смотрите на нее, да, шваль, и посмотрите на меня. А когда уже она дошла вот до этих разговоров про ругание и не ругание матом, использование слова «ф», там, «фак» и так далее. Ну, во-первых, она сама матерится, это уже все давно раскопали уже клипы по всему интернету. А во-вторых, она подменивает понятия. Ругаться и не ли ругаться матом используются в каких условиях, при каких условиях использовать то или другое слово, которыми она пользуется сама, это вопрос стилистический, это не вопрос морали, это не вопрос интеллекта, это вопрос чисто стилистики. А она подменивает это на другим. То есть она говорит, если я, типа, вот на своем канале не матерюсь, соответственно, я так понимаю, предполагается, что я, что она более высоко моральный человек, что она выше классом, да, вот этой шавки, которая посмела упомянуть даже ее. Я вот удивляюсь, как до этой дотати вообще дошло, потому что это, ну, как бы по ее меркам, 4 миллиона и 100 тысяч, это вообще как бы ничто. Ну, заблокируй ты ее, ну, мало ли кто там шавкает. Нет, надо сделать целое видео и натравить свою армию поклонников на вот эту собачку поменьше. Права там это Кики или не права, это отдельный вариант. Она могла снять то же самое ревью и сказать, я не согласна с Тати. Посмотрите, я воспроизвела тот же самый макияж и выглядит он офигительно. Не знаю, что-то там у Тати было не так. Так, я не совсем понимаю и не одобряю. Ух, боже мой, я чуть не наступила на змею. Видите я? Не буду сильно слишком пробежать, что я вас еще испугаю. Я не знаю, жива она или мертва. Мне я, честно говоря, чуть дуба не дала, когда я ее увидела. Хорошо, хоть увидела. Я совершенно потеряла мысль. Не смей ведь. Уууу. Вот вставать, сажать себя на трон. Я понимаю, что она пыталась защитить себя. Мне, в принципе, понятно ее мышление. Но результат такой, что я святее святых, я лучше вас. Разделение людей на классы. И точно такая же нетолерантность к негативному фидбэку, как, собственно, как у всех, кого она сама критиковала до этого, если бывали моменты. Тот факт, что Тати это делает пассивно, агрессивно, полунамеками и такими вот... Это не меняет факта. Эффект один и тот же, даже больше. Да, там у этой девушки совсем другое амплуа. Она такая, знаете, типа, I'm real, I'll tell you how it is. Ну, то есть, у нее есть опасность все время сваливаться в какое-то гетто. А вот, пожалуйста, опасность у Тати с этим образом Джеки Кеннеди, что я такая леди, я такая леди, ну что вы, что вы. Что она выглядит просто как лживая сволочь, понимаете, сволочь, у которой все просчитано, у которой все вымерено, у которой все запланировано. Там, где нам невыгодно, мы сделаем негативное ревью и вот так вот а-ля посокрушаемся. Ой, ну я не знаю, что там произошло, но это, конечно, никуда не годится. Ой, 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 ха-ха, хи-хи-хи. И все такая, знаете, все время жертва, и все время она жертва. И в каждом видео, конечно же, нам будут бомбить по мозгам. Вы не забывайте, что я самая честная, я самая искренняя, и я это делаю для вас, не для денег. В каждом видео. А то вдруг мы забудем. Вдруг это непонятно, да? Были какие-то обсуждения, почему, допустим, у Джеффри Старр все сходит с рук, а на тачи чуть-чуть все накидываются. Тут вопрос амплуа, дорогие друзья. Вот все вот эти блогеры, которым все прощают. Ну вот Бузова это, по сути, русская версия американского такого реалити-блогинга, да? То есть, который тебе там на районе, можно сказать, да? Такие вот личности, медиа. Джеффри Старр, немножко другая история. Он как бы, он сейчас меняет свое амплуа, он тоже стал такой классик-класси. Но, тем не менее, то есть он никогда... В чем разница? Есть люди, которые могут много чего сказать, много чего сделать, но знаете, почему их прощают? Потому что от них этого и ждут. А когда ты строишь из себя Мадонну, Джеки Кеннеди, и вдруг ты начинаешь какие-то козни проворачивать на глазах у изумленной публики, тебе этого не прощают, потому что у тебя образ другой, образ, не предполагающий ни одной ошибки. Ты сама его создавала. Тебе нравилась эта идея, быть такой вот самой светочем, да? Светочем красоты и морали. Ну вот досветочилось то, что в итоге все обычные люди, все делают ошибки, все злятся, все говорят гадости, когда им больно, когда они чем-то недовольны. Просто у кого-то оплуа, которые это в себя включают, а у кого-то оплуа, которые это в себя не включают. Мне кажется, поэтому... Ну, честно говоря, меня задело тот факт, что это неразрешимая ситуация. Мне прям жаль всех. Я вижу позицию Тати, я вижу позицию Эмили, я вижу позицию Кики. И в этой ситуации это просто неудачный релиз, не самый удачный релиз. Он лишь смог бы быть удачнее. Но зачем, я до сих пор не понимаю, зачем Тати записала и выложила это ревью, которое сделано не очень хорошо по ее же стандартам, и явно трешит продукт коллеги по цеху, что на самом деле имеет большое значение для всех людей, которые увлекаются косметикой, вот эта демократизация, да, бьюти-сообщество, что у блогеров появляются свои коллабы, что у блогеров появляются свои тоже мини-бренды, что-то в этом роде. Это очень все важно для всех, и для блогеров, и для зрителей. Что не только редактора, там, три редактора модных журналов могут что-то по этому поводу сказать, а уже через инфлюенсеров уже идет демократизация. Покупатели, зрители, блогеры могут высказывать свои эфи даже брендам, и говорить, зачем это, так не надо делать. То есть это очень важно поддерживать все такие направления. И зачем Тати выложила это негативное ревью, я не понимаю. Учитывая, что, я как вам уже сказала, нет такой вещи, как обязательное ревью. Она не существует. И Тати сама в этой политике очень активно играет. Именно поэтому я не верю ни на шаг, вообще ни на йоту не верю, что она как-то случайно записала негативное ревью. Вот эта вот случайность, когда тебе нужно было полчаса выставить свет, сесть, все это записать. Это где-то часа два, а то может быть и больше, если там реально высокий продакшен. Пост-продакшен может занимать пять часов, понимаете? А для ее уровня видео я даже не знаю. Там, наверное, есть редактор или она сама гениальный редактор. После того, как ты своял все это дело, наложил, расписал, тебе нужно сделать все ссылки, нужно сделать описание, нужно придумать титул, нужно сделать там, там, нейл, да, то есть заставочную картинку. Картинка сама по себе отдельная. Вот сейчас YouTube на таком профессиональном уровне, что заставка – это отдельный проект. Его даже может быть делает другой человек для нее, не она сама. Хотя, ну она не делает такие сложные заставки. Но некоторые блогеры делают очень такие сложные фото заставки к своим видео, которые, я уверена, тоже занимают как минимум час. Да, то есть там, по сути, полный рабочий день ушел, чтобы вот прежде чем она нажмала кнопку «Загрузить». Целый день ушел у нее, целый день вот этой работы, которые деньги, на то, чтобы сделать вот такое ревью. При этом, опять же, как мы уже обсуждали, на Джеклин Хилла, на многих других она негативные ревью не записывала. То есть это вот всегда осознанный выбор. Зачем она это сделала? Зачем? Я вот, например, я вам сказала свое мнение. Ну, я бы не стала покупать и все. Все очень просто – не нравится – не покупай. Сколько таких коллабов? Они каждый день появляются, да? Не нравится – не бери. Особенно, если, как ты говоришь, ты всем сердцем поддерживаешь человека. То, что два блогера, которых я там могла смотреть, не смотреть, но все-таки сильно уважала за их оригинальность, за то, что они вот уже давно-давно в этой индустрии, как это все разворачивается, очень грустно все это наблюдать и бить свои худшие подозрения, когда они подтверждаются. Особенно меня сильно задело, что Татя очень часто пользуется эмоциональным шантажом. Она начинает рыдать в видео. Причем, знаете, вот это я просто не выношу. Я об этом уже говорила. Я верю в истинные эмоции. Я верю. Да, эмоции есть. Мы можем плакать, мы можем испытывать горе. Но не каждому из нас приходит в голову в этот момент достать камеру. Вот так вот, как я ее сейчас начать держать. И вот так со стороны даже надо еще поймать, чтобы вот лицо было видно. Боже мой! Боже мой! Вот это вот что такое? Ты либо рыдай, либо снимай. Опять же такие рыдания на камеру, где не забыла поставить фильтр, который выглаживает тон лица и делает большими глаза. Вышла в снапчат, взяла камеру и начала! Как можно больше таких людей на свете? Понимаете, вот слезу пускать мне. Это что? Короче, да, такие вот меня мысли не отпускают сегодня целые выходные. Не знаю, как меня туда занесло вообще во всю эту историю. Но ведь вот это именно те люди, которые оказались не замешаны. Насколько бывает разных скандалов. И как-то это все. Вроде ко всему мы уже вроде привыкли. Но иногда думаешь, ну нет, ну только не вы, ребята. Не знаю. В общем, да. Наверное, самое, что меня зацепило, это то, кто был вмешан в эту драму. И какие тактики использовались для аргументирования своих, и защиты своих интересов. Мне интересно, что вы по этому поводу думаете. Кто по вам, вам как показалось, если вы вообще в этой истории разбираетесь, как вам показалось ревью Тати, как вам показалось ответный срочный ревью Кики, как вам вообще все это, и что вы думаете нужно было бы сделать на их месте. Вот что бы должна была сделать Эмили, что бы должна была сделать Тати. Ну то, что Кики сделала, ну сделала, ну понятно. Что можно было, наверное, более вежливо высказывать свое недовольство или разногласия свои озвучивать. Но вот что должны были бы сделать участники? Просто промолчать и сделать вид, что ничего не было? А если это невозможно? А если, допустим... Есть же опасность, что Тати потеряла бы весь свой бизнес, да? Если бы начались распространяться слухи о том, что она лживая, и все ее ревью заказны. Это же очень опасно. Они же, как бы, и Тати, и Эмили на этом зарабатывают на жизнь. То есть для них плохая репутация – это конец их карьеры. Поэтому ничего делать они, скорее всего, наверное, не могли. Что-то где-то сказать, какой-то стейтмент, какую-то позицию каждой из трех нужно было занять. Вот по вашему мнению, как бы правильно было разрешать эту ситуацию? Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Ну все, мы нагулялись, поеду пить чай. Такой у нас был весенний, осенний закат. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо вам большое за внимание и до встречи в следующем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok